Итальянские страсти на нижегородской сцене. В филармонии готовятся к премьере. Впервые центр оперного пения Галины Вишневской представит в городе на Волге опера Руджеро, Леон Ковало, Паяци. Зрители ждет не просто концертное исполнение. Ведь красиво спеть – это еще не все. В этот раз мы пошли еще дальше. Мы сняли первые пять рядов. Сядет оркестр, то есть такая своего рода яма оркестровая. И вся сцена будет освобождена для действия, для спектакля. То есть это будет полноценный спектакль. Это настоящая драма в двух действиях. Пока Танио выступает с прологом, актеры готовятся к выходу на сцену. Занамес поднимается и перед публикой – странствующие комедианты. В Нижний Новгород они привезли костюмы и декорации. Исполнение проходит на итальянском языке. Но все действие сопровождается субтитрами. Большой экран со словами хорошо виден со всех концов зала. Хотя для того, что происходит на сцене, перевод не нужен. Все скажет музыка, пение и эмоции актеров. Особенно ревнивого мужа Танио в исполнении Сергея Полякова. Чтобы совладать с такими эмоциями, нужен немалый опыт. Лет 10 получиться, можно побольше продолжать это делать, совершенствоваться. И холодная голова, чтобы пытаться спокойно все это донести до сцены. Не расплескать всю эту бурю и не рвать кулисы, как говорится. Уже на протяжении более чем 100 лет опера-паяция, главную роль, в которой исполняли именитые певцы, неизменно с восторгом принимается публикой. Партия главной героини не менее сложная. Сложно именно разложиться эмоционально и вокально все сделать так, как оно задумано композиторам. И не давать никаких скидок на то, что там 5 минут раньше, когда у тебя был сложный дуэт, там был какой-то эмоциональный на пол. И держать себя в холодной голове, чтобы дожить до смерти, которая была концертной картине. Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской в Нижнем Новгороде выступают в рамках Сахаровского фестиваля. Они приезжают в город на Волге регулярно с 2012 года. Но каждый раз их выступление – это яркий, красочный спектакль, в котором страсти, кипящие на сцене, трогают зрителя буквально до слез.